Ситуация следовая временная. Областной депутат не отказался так на этот вопрос отвечать. Подожди недельку, а последующий скажи. Ну, я могу сказать, что в принципе, что касается, тут у каждого СССР ответственность надо понимать. Можно все залить на районы, где что, район там, где счастливы. Но в этом проекте есть определенный участник. Есть участник инвестор, который, соответственно, выполняет свою работу, участие подготовки проектов и так далее. Я, насколько знаю, он в этом плане работает. Есть задача района, в котором в данный момент заключается в том, что мы должны обеспечить электроэнергии стройку. Мы это сделали. И стройка в Белой арене, и стройка для резного центра. Это два частных проекта, потому что мы понимаем, что частные проекты, это проект. Мы это сделали. Соответственно, по поводу ситуации с инвестором, я не знаю, гарантированно сказать не могу, но у нас и у нас, и у Ходькова один и тот же инвестор. Слэпшот, если не я сейчас его и фирма называется. Вот сейчас у них у Ходькова, хотя там все уже двинулось, сейчас у них какая-то остановка. Сейчас они стали, там люди похожи, там есть некоторые, ну, наверное, финансовые, может, финансовые, не знаю, какие-то проблемы там не стоят. И к нам они на площадку должны, ну, как нам говорят, вот-вот прийти, да. То есть я еще раз хочу сказать, что с точки зрения обязательства района, в этом проекте там есть целое соглашение между районом, городом и инвестором. То есть наша задача – это и обеспечить электроэнергии. Мы это сделали. Площадку подготовили, земля оформлена, договор о ренте заключен. То есть сейчас вопрос с выхода инвестора на площадку и с тем, чтобы иначе работать. Ну и все условия здесь выполнены. Есть нюансы, связанные уже с обеспечением их постоянной электроэнергии, но мы этим занимаемся. Это потребуется примерно через 9 месяцев или год, когда этот объект будет людям. К этому времени мы решим вопросы, связанные с тем, что как бы этот инвестор, он там достаточно сложные и тяжелые, но дорогие технические условия, потому что он по санкции строит, как бы. А вот он, естественно, хочет от этих инвестиций уйти в связи с тем, что это социальный объект. То мы готовы помогать и держать различные способы для решения проблемы с анальгетикой. Но эта проблема примерно в течение года будет решаться. А что касается, я повторю, электроэнергии для строительства, для строительства площадки, то он будет работать на северные службы. Хотела выразить общественное мнение относительно грубанного места для строительства на пору-дома. Все, с кем я общалась, не только относятся к строительству, но и скрестным рядом с туберкулезным диспансером, но если там будет еще и женская консультация, беременные тетеньки будут туда ехать и продвинять все на свете. Ходит туда только двойка, и я думаю, что ни одна транспортная компания не захочет туда ездить и возить потом по утрам с анализами, потому что будет нерентабельно. Ну, просто, я не знаю, конечно, пока ни одного какого-то хорошего возраста о месторасположении будущего дома я еще не слышала. Но это так. Вы какое сейчас иметь расположение? Ну, то, которое нам глава последний раз рассказывает. Сейчас уже молодой тем, просто сейчас опять возвращается к Мишутину. Потому что не там, не там, достаточно плотно смотрели все возможности, я настолько знаю, что не у военной полиции. Смотрели же и там, и достаточно логично было, что разница из родов, потому что там... Чем город, то уж точно, род, там лучше будет. Ну, я здесь говорю не о том, все нужно, но у меня есть, потому что там все-таки есть, и всевозможные способы дополнительного оказания помощи, которые могут понадобиться. Ну, там не вяжется, не садится этот объект на Кировке, потому что он тоже с определенным проблемам с привязками. Вот сейчас еще раз опять начинает рассматриваться тема Мишутина. То есть поле Мишутина и создание, ну, там действительно серьезного комплекса, который связан с органом с поможением. С моей точки зрения, как бы, в этом месте привязан резон, потому что, ну, сколько человек в жизни, женщина-рожжая, ну, да, его два-три раза, да, в нашей ситуации, с отцовой семьей надо отвезти чека от плата. Я просто помню свой опыт, когда мы закрывали работ в Пересветке, ну, я, потому что это самое запрятное с композиционным способом. Мы отражали женщин в Пересветке, ну, достаточно. Мы не так часто, как мы говорим, в советское время. И оказалось, мы не говорим, как можно закрывать в Пересветке, а сколько роков, 9-10 роков, там, не знаю, год. Ну, я еще раз говорю, здесь все понятно. Какая-то часть в этой консультации все-таки консультированных женщин, как бы, оказываются и по месту, да, и, наверное, ну, все. Тут надо исходить из тех возможностей, которые есть. Пока я нас обознаю, данные определенные указания со сторон, точеческие и областные сутки, изучить общественное мнение по данным вопросам. Понятное дело, что, вроде бы, всем бы хотели, чтобы это происходило в городе, поэтому будет город. С другой стороны, если мы говорим о построительстве серьезного современного центра, то, наверное, должна быть, наверное, и территория, может быть, это парковая зона, чтобы все было нормально и хорошо, и возможности расширения оказания услуг, то вполне возможно, что, если внимательно посмотреть, с учетом всех этих соображений, и надо понимать, что это все-таки родильное отделение, оно будет порательно-седневековского района, и у нас половина жителей все-таки живет в городе, и вполне в районе, то, в принципе, возможно, территория Мишутина и вполне приемный город. Ну, конечно, надо изучать. Может быть, тогда низкую расформировку цель оставил, чтобы и этот был. Здесь родилась у нас красивая идея по путевому саду. Самое лучшее. И парк, варисовый город, да, звучит. Мы просоединяем. Хорошо. Будем дать реальность для всех.